Здравствуйте у российских ток-шоу. Как вы привлекли внимание россиян? Значит, я вот говорю, тогда-то их лидер демократической партии Владимир Жириновский в ток-шоу 60 минут начал угрожать Очакову, что он всех сгребет в море, всех там будет в могилах. В Очакове об этом поговорили, посмеялись, но в любом случае это неприятно, вы же понимаете, хоть это пока только слова, но дыма без огня не бывает, вы можете говорить, он устроен. И я как раз на местном телеканале, мы что-то говорили о культуре, на ОДРК с Марией Савицкой, как называлась передача, по-моему, крапки нады. И она спросила меня в конце, говорит, а как вот все-таки очагницы отреагировали на то, что сказал Жириновский. Ну и я и сказал, так как они отреагировали, что естественно, никто не испугался, кто придет с мячом, за мяча, ну где-то так. Но нужно отметить, все-таки, я не то чтобы хвалю российские МС-медиа, но уровень информативности и осведомленности их. Представляете себе, насколько мониторится ситуация, даже до уровня местных телеканалов. И они там шли, и в Фейсбуке уже написали редакторы, типа, слабо повторить нам. Я сказал, господа, не слабо, но понимал, что где-то это может быть несовместимо с должностного лица. И когда, когда уже вот в очагах все это началось, вот эти все мелкие отряды, я не сторонники выносить мусор из СССР, вот, когда вот это все уже такие-то беготня пошли, разговоры, это все мерзко было, мое существо не принимало. Когда я уже пришел вот еще раз, говорю, поблагодарил, ну давайте как-то это все остановим, хотя бы на каком-то этапе. И тогда уже мне еще раз подписали редактор, и я говорю, ну давай. Вот. И тогда уже мы поехали, тогда уже что-то там не получилось, мы просто была ознакомительная беседа. Потом вторая, и вопрос с Бендерой, он, в общем-то, расставил все точки. Я не ожидал, там все идет в режиме, мы же друг друга. Вот в этих участиях мы же не видим друг друга, но потом уже встречаемся в студии. Вот. И то, что меня спросили про Бандеру, ну, уже пользуясь случаем, он для меня не герой, конечно же. Но, если его наш президент считает героями, он у нас считается героем, но я тогда еще, будучи должностным лицом, я не мог сказать, что он для меня не герой. Ну, если бы я сказал, что он для меня герой, то было бы неправдой, я бы уже себе руки бы не протянул. Понимаете, в чем разница? Поэтому я ему сказал, что для меня герой тот, кто у нас мир восстановлен в стране. Это правда. Ну, а так оно уже совпало, плюс ко всему уже и наше Венье, промайдановское где-то, пробандеровское. Но Николаев не такой, но в любом случае этот тренд сохраняется. И я уже понимал, что это уже все. А Очаков такой? Очаков? Если говорить о настроениях в Очакове. Понимаете, Очаков город очень контрастный. Я его, мне кажется, смог рассмотреть. Казалось бы, между нами 60 километров, а разница очень большая. И я могу сказать, что сейчас людям, вот люди не только в Очакове, но в Украине, но в Очакове в том числе настолько устали от политических всех баталий, что, в общем-то, люди не настолько политизированы, скажем, как в частях западной Украины. Очакове шесть воинских частей, военный город, все боевые части. Он пронизан борьбой вот сейчас в современной Украине. И понимаете, ну вот личность Бандеры, ну вот я вам честно могу говорить, я могу бесконечно говорить о Богдане Хмельницком, о Грушевском, о Тарасе Шевченко, вот об этих великих украинцах. Бандеры, ну мы же с вами знаем, что его, ну это яркий исторический персонаж, да, на каком-то определенном этапе Украины. Но он не входит в эту верхнюю гильдию так, чтобы о нем вот прям так говорить. Поэтому люди сейчас живут путем одного, чтобы остановилась война, чтобы прекратились эти смерти и гибели, в общем-то, выравнивание ситуации внутри. Вот этим живет и Очаков, и этим живет, в общем-то, я думаю, вся Украина. Ввиду этого вопрос относительно красно-черного флага, которые сейчас активно пытались, как сказать, проводировать ваше отношение к этому. Мое отношение такое. Смотрите, я только за популяризацией истории Украины. Только за. У нас богатая история. У нас 600 лет истории казачества. Это, только прямые памяти официальные, сейчас это по Яворнецкому, да, 645 героических полков казаков украинского казачества. И есть у нас упадок. И давайте, если уж мы восстанавливаем всю информационную структуру истории Украины, давайте возьмем все 345 флагов полков, они все сохранены. Плюс 346 флаг, черно-красный. И выставим их все. Это будет справедливо. Ведь у Пани не больше героев и не меньше героев, чем каждый из этих полков. Просто они жили раньше, на 100, 200, 300, 400 лет. И если мы уже восстанавливаем всю, все величие истории Украины, будем в контексте правильными, восстановим ее всю. И будет у нас флаги, вот так вот, прям площадь флага в каждом городе. Взять отдельно, ну и тащить черно-красный флаг, ну это будет несправедливо по отношению к 600-летней истории всего казачества. Ну согласитесь, ведь это же правда. Поэтому какие-то штучные популяризации, я против. Идем путем восстановления истории, восстановим, давайте все. Все казачество. Все полка, всех героев, но в равных степени, а не кого-то вверх, а кто-то будет пылиться на книжных полках библиотек. Это неправильно. Ну вот, мое отношение такое. Ввиду этого вы себя относите и к сторонникам?